Уважаемые зрители, добрый день. Сегодня мы в гостях у Московской Хельсинской группы, и мы беседуем с правозащитником, с сопредседателем Московской Хельсинской группы, Валерием Васильевичем Борщовым. Валерий Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Вы у нас первый раз в программе, и я хотел вам задать первый вопрос, такой биографический. Вот как вы стали правозащитником, ведь вы же правозащитник с советских времен, да? Да, и что движет человеком, когда он не встраивается в конъюнктуру, и действует, как ему кажется, выше, а говорит, нет, я не пойду по этому пути, я пойду по какому-то другому. Ну, вы знаете, мне повезло. Я, в общем-то, формировался в период оттепели, так называемый, и со всеми сопутствующими процессами, например, был с телягой. Вот это сейчас я лысый. А раньше у меня здесь был кок, были голубые брюки, брат мне в Севастополе у моряков купил, был зеленый венгерский пиджак, туфли на микропоре. Конечно, нищета, так строго говоря. Но тогда, тогда это, в общем-то, так выглядело. И вот я жил тогда в Ростове-на-Дону, и мы вот по главной улице вечерами, это считался ритуал пройтись и продефилировать. Ну, а потом, когда поступил в университет, университет у нас был действительно вот на факультете журналистики, он тоже был в этот период. И я ходил на площадь Маяковского, там вот поэты читали стихи, там познакомился с будущими диссидентами, вот в частности с Володей Осиповым, который издавал сам издатский журнал, а потом сидел в лагере, потом я вот организовал ему помощь, ну, как и другие, мы тогда действовали компактно. Вот, и, а в университете у нас тоже были события серьезные. Вот у нас на курсе учился офицер КГБ, такой Эдуард, он был причастен к аресту, ну, так говорят, был причастен к аресту группы Новоселова. Это на ИСТФАКе была такая подпольная группа, их арестовали, его поставили, включили к нам на курс и сделали старостой курса. Это нас возмутило, и, в общем-то, курс так это напрягся. Ну, пошли на практику, он пошел на телевидение, и сделал, в общем-то, внятный материал о полете Валентины Терешковой. Мы знали, что он дурак, и он это сделать не может. А почему дурак? Ну, например, он сдавал экзамены Елизаветы Петровны Кичборской по зарубежной литературе, и поведал ей, что папа Гамлета был призраком. Вот, и тогда Елизавета Петровна поставила ему положительную оценку, взяла двумя пальцами зачетку и выбросила ее за дверь. Вот, какова у него была репутация. Мы поняли, что тут дело нечистое. Мы разбились на группы, сели в библиотеки, ну, а поскольку он был офицер КГБ, он, конечно, не просто списал текст, а пообзацно из нескольких изданий он переписал и таким образом соорудил свое произведение. И вот у нас было собрание, посвященное практике, и вот вышли два человека, один с рукописью, другой с подшивками газеты, хором стали читать. Это 16-я аудитория, как сейчас помню. И преподаватели как ветром сдуло. Они поняли, что дело серьезное, но мы давили собрание до конца, приняли решение за плагиат исключить из университета. Бились мы целый год и добились. Ну, правда, его перевели на заочное, но во всяком случае, ну, мы там и нашли еще много компромат. Он ходил в форме капитана, а на самом деле оказался старшим лейтенантом. Мы это тоже указали, что вот он, ну, и много других фактов. Вот, его перевели на заочное. Ну, и курс, в общем-то, конечно, был насыщен. И вот в 65-м году, когда вот был на площади Пушкина митинг в защиту Даниэля Синявского, вот там был Андрей Дмитриевич Сахаров, была там Людмила Михайловна Алексеева, и мы, студенты, были не на площади, мы были у магазина «Арагви» в стороне. Вот, а отец одного нашего однокурсника, Борис Сотина, он пошел на площадь, и его схватили, и сын пошел защищать его. Ну, и завели дело, завели дело, что вот их надо исключить, и вот дело нашего курса было защитить этих двух. Мы вот там были на комитете комсомола МГУ, я помню, член бюро комитета комсомола МГУ, Руслан Имранович Хасбулатов, тогда еще, вот, еще не председатель Верховного Совета, а аспирант, он особенно злобствовал, вот, но нам удалось отстоять этих двух ребят, и они кончили университет, и вот, кстати, на одной из встречи однокурсников, там вот Борис Сотин и Наташа Гальперина, Наташа Гальперина показала мне, кто на нее стукнул, вот, потому что мы, повторяю, были не на самой площади, она в магазине Арагви, вот, и таким образом формировалось, конечно, наше мировоззрение. Ну, после университета меня взяли в комсомольскую правду, я работал в комсомольской правде, ну, а там, естественно, была почта, были письма, я вот выезжал на самые разные письма, ну, например, вот, в Рубцовск, там вот один молодой человек написал, что вот он организовал забастовку, действительно, организовал забастовку, и все, вот, ну, его признали больным, посадили в психушку, я разговаривал с КГБшниками, говорю, ну, что вы его посадили, он же ж нормальный, я говорю, да, нормально, а вы что хотите, чтобы он сидел? И я не нашелся ничего ответить, потому что я не хотел, чтобы он сидел. Вот, то есть, вот такая атмосфера. Но, конечно, отепель кончилась, начался период ресталинизации, и стало совершенно понятно, что работать в прессе невозможно, это недопустимо. Вот, я ушел из Комсомольской правды, ну, как бы сначала сделал шаг не вперед, а в сторону, там меня позвали в журнал «Советский экран», там заводил, мы членами коллегии был, и, ну, тоже противно, тоже нельзя там было работать. Вот, и тогда вот я пошел к Андрею Дмитриевичу Сахарову, вот это в 75-м году, да, как говорится, в 75-м, да, и вот мы с ним поговорили, я вот там пришел, еще у меня были представления, такие, так сказать, заговорческие, что вот надо там создавать организацию, он говорит, нет, мы не партия, сказал Григорий Дмитриевич, это дело каждого личное, это личный поступок, личный выбор каждого из вас, и имейте в виду, что вам придется быть один на один с властью, и надо быть к этому готовым. В общем, был такой серьезный разговор, который, в общем-то, меня убедил в том, что надо уходить из прессы, надо, ну, то, что называется, заниматься диссидентской деятельностью, да, я вышел из партии, поскольку в Комсомольской правде тогда человек, занимающийся политической тематикой, он должен быть членом партии, вот, и был на мне такой грех, но я решил его искупить, вышел из партии, ну, а когда вышел из партии, понятно было, что никуда меня не возьмут больше, вот, я сначала зарабатывал шабашкой, там красили мосты, вот, ну, а тогда был закон о тунеядстве, надо было где-то работать, вот, ну, и мои, мой друг Валера Золотухин, который был в театре Антаганки, и вместе с Высоцким, они пошли к любимому, вот, говорят, вот, надо устроить человеку, он говорит, о, давайте его возьмем в отдел литературы, нет, это нельзя, это сразу пойдет в комитет культуры, и там засекут, вот, давайте его пожарным, и вот, меня взяли пожарным, у меня так в трудовой книжке записано, заводелом членов редколлегии, а рядом пожарный в театре Антаганки, очень горжусь этой записью, вот, ну, и, естественно, мы занимались такой диссидентской деятельностью, вот, я был в религиозном движении, отец Глеб Якунин создал комитет защиты права верующих, вот, я участвовал в его деятельности, там были семинары, вот, у нас был семинар Огородникова, вот, потом вот, Виктор Бурдюх создал подпольную типографию по изданию религиозной литературы, то даже не издавались ни молитвослова, ни Евангелия, ни Библии, ничего этого не было, вот, последнее издание было, по-моему, молитвослова в 70-м году, вот, вот мы, я сидел, занимался переплетом, переплетал эти молитвослова, и вот, вот, нашел, и мы делали десятки тысяч экземпляров, и развозили по стране, вот, ну, потом, конечно, ГБ нагнал, оно, в общем-то, задавило нашу типографию, Витя Бурдюх получил 4 года, отсидел в лагере, вот, но, тем не менее, в общем-то, вот, было такое сообщество, мы занимались, ну, то, что называется, помощью друг другу, вот, у нас-то был такой фонд, вот, небольшой, на квартире Флоры Хачатурян, Флора Томашевская, моя подруга, мы рядом жили, вот, деньги мы не получали от фонда Соложеницы, мы получали адреса, вот, Вадим Михайлов, он давал адреса, и мы, и мы, в общем-то, как-то помогали людям, ну, и даже, вот, знакомые, которые оказывались в тяжелой ситуации, вот, например, когда Глеба Павловского в ссылку послали, мы ему, в общем-то, там, через его жену посылали ему всякие, там, это, заказы, потом, помню, он нас как-то задачил, он заказал нам голубой унитаз, мы так, зачем, зачем ему в ссылке голубой унитаз, мы, конечно, достали голубой унитаз, дали жене, она отвезла, потом, когда он вышел в ссылке, Глеб, зачем тебе нужен был голубой унитаз, дали этот не мне, это надо было одному районному начальнику послать остроить отношения, вот, но, долго так длиться, конечно, не могло, и, вот, да, Глеба Якунина посадили, в 79-м году. Валерий Васильевич, но, вот, заниматься вот этой христианской просветительской работой, что вас заставляло, вы сам человек верующий, или геозный? Нет, я с детства человек верующий, и, в общем, будущий в университете ходил в церковь, работая в комсомольской правде, церковь ходил, там, помню, гардеробщица стукнула на меня, что я человек верующий, и партбюро рассматривало вопрос, что со мной делать, но Панкин, главный редактор, он как-то, он относился ко мне с симпатией, он говорит, но он сошходит в нашу православную церковь, и как-то они оставили меня в покое, хотя, в общем-то, могли, конечно, с работы и выгнать, потому что, в общем-то, тогда ходить в церковь было, в общем-то, весьма-весьма опасно и предосудительно, поэтому я, в общем-то, регулярно ходил в церковь, был верующий с детства, и, в общем-то, пришел в это религиозное движение, в общем-то, по убеждениям, и вот сначала вот я был в приходе отца Дмитрия Детко, его, он действительно занимался серьезной деятельностью, но потом его арестовали, это был второй арест, он в сталинских лагерях сидел в лагере, и он сказал, что я не выдержу второй срок, и они его сломали, вот, но там потом ходил в приход отца Александра Мене, они рядом были там, так что, в общем-то, было такое религиозное сообщество, сильное, и церковь, в общем-то, так сказать, ну, какой-то был возможность оживления жизни, появились священники, вот не только там Глеб Якунин, отец Александр Мене, отец Дмитрий Дудко, Всеволод Шпиллер, то есть, в общем-то, это была целая целая плеяда, вот, и вот, были вот эти семинары, христианские семинары, где, в общем-то, вот, группировались люди, единомышленники, вот, ну, а Глеб еще вот создал вот такой комитет защиты проверующих, то есть, это мы, в общем-то, я вот тоже выезжал относительно таких случаев, где было гонение, вот, помню, вот, я ездил в Павлоград, это вот, Днепропетровская область, там тоже одну вот женщину, она добивалась ремонта храма, все у нас все ремонт храма, но ее решили посадить, и там стали устраивать собрание, мы ее защитили, нам удалось ее защитить, был такой, в общем-то, вот у нас сообщество, как-то держались, но, знаете, тогда мы знали, что у нас будущее одно, это лагерь, как сказал один известный диссидент, не буду называть его фамилию, вы его знаете, он как-то сказал моему другу, знаешь, устал, вот, в семье сложности, наше дело, да тут еще любовницу завел, пора садиться, и сел, и, кстати, сел, мы знали, что рано или поздно каждого из нас посадят, вот, ну, вот у меня этот срок подошел, когда вот я поехал в ссылку к отцу Глебу Якунину в Якутии, он вышел из лагеря, ему дали ссылку в Инэкчане, вот, вот я съездил, и, вот, после этого, этой поездки меня вызвали в КГБ, ну, туда периодически вызывали часто, и сделали предупреждение по 70-й, предупреждение означало то, что если ты не прекращаешь деятельность, тебя сажают, вот это было понятно, в общем-то, к этому я был морально готов, но тут умер Черненко, умер Черненко, и пришел Горбачев, и они растерялись, растерялись, что и как делать, ну, а дальше уже, в общем-то, Глеб вернулся, мы стали, вот, мы создали свою партию, Христианско-демократический союз, вот, стали, в общем-то, заниматься такой, общественной деятельностью, потом, вот, на выборы пошли, я вот стал депутатом Моссовета, членом президента Моссовета, там был, возглавлял комиссию по свободе совести, вероисповедения, милосердия и благотворительности, права человека, ну, а потом стал депутатом Госдумы, вот, и это был действительно такой взлет, вот, ну, например, в Госдуме, мои законы были, это вот, закон о благотворительности, закон о мораторе на смертную казнь, тут Дума не приняла его, вот, и одна из задач, это вот мой закон об общественном контроле по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания, то есть, контроль над тюрьмами и полицией, это практически только, в трех странах есть такой общественный контроль, это Англия, Франция и Россия, вот, я вот это, увидел эту систему в Англии, она мне очень понравилась, там эта система Совета Визитеров, вот, подготовил закон, в начале Дума приняла конституционным большинством, 316 голосов, но правительство было не готово, и через Совет Федерации они заблокировали, создали такую согласительную комиссию, от Госдумы я ее возглавлял, от Совета Федерации Собянин, вот, и Совет Федерации настоял на том, чтобы члены общественной наблюдательной комиссии были по регионам. Собянин, который сейчас мэр Москвы? Да, тогда он был представителем комитета по законодательству, вот, где-то так он назывался, вот, и они настояли, потому что в моем варианте члены общественные наблюдатели имели федеральный статус, они могли посетить любую тюрьму в любом городе страны, вот, ну, и даже при этой поправке очень долго пробивали закон, вот, наш фонд социальное партнерство, там его президент Люба Васильевна Волкова очень много сделала для того, чтобы этот закон приняли, вот, его приняли, и вот, в девятом году мы вошли в первый состав общественной наблюдательной комиссии города Москвы, вот, я был председателем ее, и наше, одно из крупных дел, это мы расследовали гибель Магнитского, то есть, как его убили, вот, мы подготовили акт, направили всем людям, включая президента, вот, и долго не было никакого ответа, потом-то я спрашиваю зам генпрокурора, когда вы нам ответите, скоро, и действительно, пригласили следственный комитет, наш акт, подключили делу, завели дело о гибели Магнитского, вот, была такая следователь Ломоносова, а, Вадим Борисов, это я сказал, Вадим Михайлович Борисов, Вадим Борисов был представитель фонда Солженицына, и он нам давал адреса, вот, мы вот по-прежнему с ним сотрудничали, да, и, да, мы вот давали показания, участвовали в деле, и, в общем-то, было близко к тому, чтобы доказать, что его действительно убили, мы, у нас были убедительны доказательством, потому что, когда мы пришли, там, врач Гаус, который, собственно, я считаю, одна из виновниц его гибели, она вот рассказывала, да, следователь запрещал, ему была назначена плановая операция, следователь не дал разрешения перевезти из Бутырки матросскую тишину в больницу, и когда уже ему стало совсем плохо, тут Бутырки поняли, что надо срочно его отправлять в больницу, отправили его, вот, и, когда вот он был врач Гаус, говорит, Гаркашу, а почему вы его отправили, передали в руки восьми охранников, он сначала к ней пришел, а говорит, вот он, там, такая клетка, он, поднял кушетку, стал размахивать, я говорю, извините, кушетку поднять нельзя, она плотно привинчена, пол, вот, и если это емба поднять, значит, у вас нарушение, но даже если нарушение было, размахивать ее невозможно, поскольку клетка узкая, да потом и поднять, я здоровый человек, я не могу, а уж он-то, который больной, врала, и в общем-то, она, вот, восемь охранников его избили, вот, ну, у нас был хороший плюс, хороший, там вызвали скорую помощь, они, ее, сорок минут, их не пускали, а когда он уже умер, они пустили его, они зашли, они увидели, что он мертв, позвонили в скорую помощь и зарегистрировали ее гибель, то есть документально было подтверждено, когда и как он умер, потому что они увидели, что вот он лежал на полу, там все, вот, они потом официально записали, что якобы он умер на постели, в больнице, это все вранье, вот, и когда я звонил, пошел в эту скорую помощь, вот так и так, мне вот надо поговорить с этими врачами, которые были, ну, замглавного врача, говорит, да, ну, вы знаете, у нас особое такое учреждение, идемте к нашему секурити, вот он пришел, тот, говорит, выслушал меня, говорит, я вас понимаю, но мы вам не можем дать фамилии этих людей, поскольку у нас такая служба, оставьте свой телефон, если он захочет, он позвонит, и он позвонил, он позвонил, Корнилов, такой врач, он очень достойно вел себя, он давал показания, что вот действительно, как он погиб, что он погиб, именно вот это, восемь охранников, которые били дубинками, которые, в общем-то, ну, убили, практически они его убили, и мы были близки к тому, что, в общем-то, дело как-то, так сказать, ну, в итоге-то, двух врачей предали суду, у Литвиновой, там, за данностью дела, как-то срок истёк, а Кратов, который был начальной медсанчасти, его судили, но не он, главное лицо, а главное лицо были вот эти самые люди, которые вы избивали, вот, и вот врач Гаусс, которая, в общем-то, дала это указание, когда адвокат сказал, что вот, судья дала мне возможность говорить долго, но когда адвокат сказал, что вот, очную ставку между мной и Гаусс, судья это не дала, ну, а потом, как вы знаете, дело замяли, то есть, комиссия, комиссия показала свою состоятельность. Извините, я ещё уточню, а дело замяли, а когда вы этим делом занимались, кто вам подал сигнал, да, что вот такое бесправие происходит? Да нет, ну, мы же ходили, постоянно, Бутырков, в общем-то, и об этом факте узнали, я уж не помню, кто, вот, ну, как-то, нет, мы получали информацию о всяких нарушениях, о всяких больных. Он уже стал практически известен на случай во всём мире, да? Ну, да, это вот, мы-то пришли, когда он ещё был абсолютно неизвестен, вот, и мы наш акт упустили в интернет, вот, послали, всем представителям власти, вот, и Браудер прочитал об этом в интернете, он понятия не имел, что есть такая комиссия, что она занималась таким расследованием, что вот мы это дело расследовали, вот, нет, мы дали это в интернет, и из интернета эта информация разошлась. рассказать с вашей подачи. Да, да, и разошлась по всему миру, нет, Браудер об этом и пишет в книге, что вот я знать не знал, это ни Борщева, ни эту комиссию, вот, мы прочитали это в интернете, и, в общем-то, увидели доказательства, вот. Валерий Васильевич, а те последствия, которые были потом, вот, это, международное, да, вы, как бы, ну, их поддерживаете? Ну, конечно, конечно, естественно, в общем-то, потому что я убежден, что его убили, вот, ну, я, кстати, лауреат премии Сергея Магнитского, вот, так что, конечно, конечно. А других рычагов, вот, внутри страны, да, не было уже ресурсов как-то исправить? Нет, понимаете, вначале Следственный комитет держался, и вот Ломоносова, она вела дело, она, в общем-то, ну, у меня есть, так сказать, эти приговоры, там есть показания этих многих людей, которые доказывали, что действительно его убили, что следователь Стишов, он, в общем-то, не давал возможности его лечить, и на нем лежит ответственность, его гибели. Вот, то есть, они, в общем-то, дело довели, но потом, когда убрали Ломоносову и поставили от этого Стишова, то, в общем-то, дело, приняли решение, замечательно, я еще помню, подходил к Бастрыкину, в Генеральной прокуратуре, еще не знал, что замысел дела закрыть, я говорю, вот так и так, там, вот давайте как-то скоординируем действие, он говорит, да-да, конечно, а потом через неделю выясняется, что Ломоносова убрали, поставили вот этого Стишова, и дело, ну, практически закрыли. Вот, и они поняли, что это комиссия, они поняли, что вот эти правозащитники в комиссии, это очень опасное дело, и решили с нами бороться. Они хотели второй срок исключить правозащитника и включить свои, не получилось. Второй срок я тоже остался председателем комиссии, вот, и бы наших было большинство. А вот на третий срок они уже своих большинство включили. Вот, но тем не менее мы еще были в комиссии, вот, а уж четвертый срок, когда вот пошли вот по закону только три срока можно в одной комиссии без перерыва, после перерыва можно опять. Вот, они решили устроить полную зачистку, и практически почти всех правозащитников они изгнали. Но вот в областной комиссии я единственный, потому что всех остальных правозащитников они изгнали. Но тем не менее находятся люди, вот я нашел там двух человек, один, правда, умер недавно, две недели назад, вот, но есть люди, находятся люди, с которыми можно ездить, и там вот в Питере вот появились, мы тоже вот не знали две девушки, вот, то есть как-то процесс идет. Но общественная палата, она твердо стоит на том, чтобы вычищать правозащитников, и она показала полную свою несостоятельность в деле формирования общественного обязательной комиссии, потому что по моему закону, по моему варианту закона, должен был утверждать уполномоченный по правам человека, это естественно, но хоть знает правозащитников, он имеет с ними контакт, он связан с уполномоченным по правам человека регионов, и он, у него есть информация, а в общественной палате, вот, ну, я говорил с Фадеевым, он говорит, ну, откуда мы их знаем, мы их не знаем, ну, как, ну, конечно, они не знают, это правда, но так и не надо вам этим заниматься, давайте опять, давайте отдадим это уполномоченному, или, вот, по крайней мере, уполномоченный общественной палаты, председатель совета по правам человека, там, Федотов, хорошо, давайте, такой триумвират сделаем, но отдавать одной общественной палате формирование НК нельзя, она показала полностью несостоятельность, в общем-то, вот, но, тем не менее, они не задушили, тем не менее, не задушили, тем не менее, в общем-то, общественный контроль живет, действует, не во всех регионах, к сожалению, есть такие комиссии, где, в общем-то, есть люди, не во всех, но, тем не менее, даже, вот, несмотря на такой прессинг, люди появляются и заявляют о себе, Вы начали говорить о том, что Вы работали в Комсомольской правде, и вот, по данным Википедии, Вы работали, занимались проблемами молодежи, да, вот, если сравнивать проблемы молодежи того советского времени и сегодняшней молодежи, какие различия Вы находите или сходства? Вы знаете, долгое время, конечно, различия были большие, и молодежь, она, в общем-то, как бы, отстранялась от политики и как-то, в общем-то, не очень-то включалась, то есть, люди среднего возраста, ну, которые в 90-е годы там шли, там, вот, ну, когда вот перестройка началась, вот, а молодежь, она как-то держалась особняком, а вот нынче, нынче, я, в общем-то, с радостью должен отметить, что молодежь пошла, пошла в политику, и вот, и у нас в партии Яблоко есть молодежное отделение, оно ожило, там есть, конечно, свои проблемы, но факт то, что есть люди, есть молодые ребята, которые действительно гражданские, активные, которые, в общем-то, не боятся идти на риски, идут на риски, вот, и в том числе, вот, они шли в качестве депутатов, их, правда, не зарегистрировали, но они борются, вот, так что этот процесс, вот, сейчас есть сближение, есть сближение, причем нынешняя молодежь, она, конечно, более выгодных условий, потому что есть вузы, как вышка, которые сказали, что мы не будем исключать, если вы участвуете в протестных акциях, а есть РГГУ, который сказал, что нет, если вы будете участвовать, мы исключим, вот, но тем не менее, есть выбор, в наше время выбора не было никакого, если ты становился, так сказать, в протестной позиции, становился диссидентом, все, ты лишался работы, ну, во всяком случае, то есть, наше поколение, это поколение дворников, кочегаров, пожарных, вот, то есть, надо было уходить из профессии, люди теряли профессию, а сейчас нет, сейчас, в общем-то, можно остаться в профессии, да, это повлияет на твою карьеру, но тем не менее, тем не менее, в общем-то, у молодежи есть выборы, и она это почувствовала, она это поняла, вот раньше как-то она так была еще в нерешительности, а вот последние события, они, в общем-то, вот я был на этом 27 июля напротив мэрии, очень много было молодых ребят, и они очень активны, у них действительно страх отошел, гражданская активность высока, и в этом смысле они напоминают мне, в общем-то, то время, так что процесс положительный, процесс положительный. Да, я с вами солидарен в этом, но вот на днях Геннадий Ильич Зюганов, да, руководитель фракции КПРФ в Госдуме выступил с таким заявлением, он призвал Госдуму срочно собраться по поводу того, что, как он видит, что это финансирует Запад, все эти выборы, да, независимых кандидатов, эти протесты, и по его каким-то данным, не знаю, где он их получил, уже потрачено около миллиарда рублей, вот, на все эти протесты и выдвижение независимых кандидатов, насколько вообще, вот, эти слова Зюганова, реалистичны, но это бред, это бред, они, когда вот мы тоже вот занимались здесь и денской деятельностью, нас тоже хотели представить, что вот мы там на западные деньги, но не получалось, не получалось, потому что никаких западных денег у нас не было, вот, жили мы, честно говоря, так сказать, очень скромно, если не сказать, что в нищете практически, потому что вот я работал пожарным, у меня зарплата была там, по-моему, 80 рублей, вот, ну, а потом, когда вот начались посадки олимпийские, мне пришлось покинуть это пост и найти другую работу, но меня, друзья, устроили корректором в издательстве медицины, там тоже зарплата низкая, 80 рублей, но мы вот как-то в это дело включались, никаких денег не было, и сейчас никаких денег нет, это вранье, вранье, потому что молодые ребята, которые выходят, которые, в общем-то, ну, я знаю, я знаю партию яблок, вот этих молодых, они никакого отношения, никакой связи ни с западными структурами, ни тем более с деньгами, не имеют, это процесс, это единый процесс, гражданский процесс, активный, и вот это миф, который распускает, что это печально, что это Зюганов говорит, потому что, в общем-то, среди коммунистов там были люди, там, вот Сережа Удальцов, вот я его знаю, там, так сказать, ходил к нему, когда его арестовали, он был в ВВС, голодовку объявлял, вот, он срок отсидел, вот, он прекрасно знает, что никаких денег нет, я думаю, что ему надо как-то объяснить своему шефу, что это вранье, но его поддержали, там, и Миронов, и Жириновский, я думаю, что это как бы позиция власти, что, не самой транслировать, а вот такой псевдооппозиция, чтобы она это звучала, и вот в этом большая гнусность, действительно, позиции Суганова, что он, он как бы в оппозиции, он как бы обличает власть, говорит, что вот они там, это, завязано на олигархов и прочих, то есть они критикуют власть, а, конечно, они, но все, что касается протестных акций, хотя, в общем-то, они тоже проводят протестные акции, но, но, вот, это акции 27 июля, коммунистов там не было, не было коммунистов, я обратил это внимание, естественно, не было жириновцев, вот, и поэтому, ну, поскольку это серьезно, это серьезный протест, это не протест, там, что там деньги, а это, что вы нарушаете конституцию, что вы, идет антиконституционный процесс, потому что люди решены право записанного конституции избирать и быть избранными, это записано в конституции, никаких массовых беспорядков не было, это абсолютно точно, я это могу свидетельствовать, вот, пошло вранье, вранье, что массовые беспорядки, начинают заводить дела, вот, ну, там есть какие-то отдельные случаи, там кто-то кинул стакан, не в этого, не в ОМОНовца, а на землю, они, в любом случае, это частные случаи массовых беспорядков, где в статье, в уголовном кодексе, так и записано, это порча имущества, это перевернутые машины, это акты насилия, повреждения имущества, ничего этого не было, не было этого, вот, и если и были беспорядки, то они были организованы именно властями, вот этими космонавтами, которые шли, вот, то, что Зюганов и Жириновский занимаются этой ложью, это говорит о том, что, в общем-то, эта оппозиция, она себя скомпрометировала полностью, я имею в виду, системная, и в общем-то, время их ушло, время ушло, и то, что вот сейчас прошло, понятно, что Мосгордумы, они сформируют из своих людей, ну, надо сказать, она абсолютно безвластная, потому что, смотрите, вот вы говорите, когда Мосгордуму лишали всех полномочий, даже полномочий, которые свойственны всем парламентам, утверждения бюджета, это все парламенты региональные утверждают бюджет, вот, Дума не утверждает бюджет, она заслушивает бюджет, только лишь, она, конечно, может высказать замечания, с этими замечаниями могут согласиться, могут не согласиться, но не утверждает, то есть она не является органом, который имеет власть над финансами, утверждает сразу мэр, да, сразу мэр, вот, это грубейшее нарушение, вот, и вот, раньше это проглотили, раньше общество спокойно отнеслось к тому, что в Думу, в Мосгордуму лишили этих полномочий, а вот сейчас, смотрите, а сейчас пошел протест, сейчас как-то люди пошли, почему они испугались, да потому что, им нужно, чтобы это оставалось в тиши, потому что, даже не все знают, что Дума не утверждает бюджет, вот, у всех есть тут такое, ну, она, наверное, бюджет, нет, она не утверждает, так вот, достаточно трех-четырех депутатов, которые вот туда пройдут и будут говорить о том, что это фикция, что этот парламент нелегитимен, что он не выполняет свою функцию, они это испугались, почему они практически всех, почти всех, потому что, даже небольшое количество депутатов может устроить серьезный скандал, они, конечно, революцию не сделают, но они общество могут активизировать, поэтому они и восстали, вот, я думаю, что, в общем-то, это серьезный процесс, вот, ну, господин Зюганов должен отодвинуться и отдать место другим людям, там есть, вот, не только Сергей Дольцов, есть другие, я не разделяю многие взгляды Дольцова, но человек, он честный, человек, он честный. Там действительно есть другие люди, как-то Валерий Ильиничного Дворска, о Мельнике, о Мельнике сказала, что это, говорит, человек, который интернационал поет, не после каждой рюмки, а только в конце банкета, это, вот. Нет, с Валерием Ильиничным Новодворска мы очень были дружны, вот, я помню, как-то мы выступали в одной передаче, и вот, она там, такую фразу, что, что, вот, вы там защитники секса, она говорит, нам с Валерием Ильиничным секс не нужен, сказала она, я говорю, Лера, почему же так? Вот, нет, она, когда же был, вот мы с группой Ковалева были в Чечне, и, в общем-то, вели переговоры с Дудаевым, и, вы знаете, была реально возможность остановить войну. Мы убедили Дудаева в том, что, вот, вот, его заявление о выходе из состава России, это неконструктивно. Он согласился, он согласился с этим, вот, и, вот, это самое главное препятствие было удалено, вот, это заявление о выходе из состава России, вот, он готов был на переговоры, но переговоры какие, там вопрос, они хотели тех же полномочий, что Татарстан, всего-навсего, вот, Татарстан имеет определенную полномочия как субъект федерации, а Чечня не имеет, вот мы хотим тоже, и Черномырдин говорил, да что вы, только это вы хотите, он слукавил, а Черномырдин был один из главных ястребов и организаторов войны, вот, но это отдельный разговор. И вот мы тогда после этих переговоров отправили Сергея Адамовича Ковалева в Москву, это 6 января 95-го года, когда он долго, почти час разговаривал с Ельцином, он говорит, Борис Николаевич, поднимите трубку, позвоните Дудаеву, войны не будет, а что Ельцин сказал, еще не время, ну и все, и случилась трагедия. Это подтверждает и вдова Дудаева, что говорила, невозможно было попасть на прием президента, просто просили взятку дать, чтобы попасть на прием президента. Он написал, перед Первым Скачатской войной, четыре письма к Ельцину. До этого посылались ходоки, которые должны были подготовить встречу с Жохаром, с Ельцином. Вот, и, ну, единственное, что можно сказать, что Ельцин раскаивался в этом, но это уже поздно, уже поздно, потому что свершилось непоправимое. А так, так, в общем-то, вот мы вот, когда были в Чечне, вот, там, кстати, вот, получили контузию, мы попали в подрывную волну, бежали вроде рядом, я, там, Михаил Малоствов, Юлик Рыбаков, вот, Юлик Оглох на правое ухо, я на левое, почему-то, хотя бежали рядом. Вот, Михаил Михайлович быстро умер после этого. Вот, поэтому Чечня, конечно, для меня это одна из важных страниц жизни, в общем, я и сейчас занимаюсь Северным Кавказом, Ингушетии, в частности, там, мне друзья, Осетии, ну, в Чечне сейчас, конечно, правозащитная деятельность, ну, вот, Аюб Титиев, я вот был на его процессе, и, слава Богу, что его выпустили, но мемориал, конечно, раздумывает, как, как там можно вести, потому что, после убийства Наташи Эстемировой, после, вот, такой фальсификации дела Аюба Титиева, это, это, невозможно. А вообще, то, как Путин решил вопрос с Чечнёй, да, вас устраивает, то, что там, залил Чечню деньгами, да, мы им... Нет, 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 это, это, понимаете, дело в том, что, это всё временно, это временно, это всё держится на, действительно деньгах и на железном порядке Кадырова. Уйдёт Кадыров, там начнутся непредсказуемые процессы, которые, в общем-то, могут вылиться в самых разнообразных формах. По-моему, даже господин Жириновский сказал, Чечня не будет в перспективе с Россией. Ну, так бы я резко не сказал, поскольку, в общем-то, там есть разное настроение, вот, но то, что там будет, в общем-то, брожение, то, что там будет противостояние, это точно, поэтому, нынешнее состояние, это временное, это временное, оно обусловлено деньгами, которыми завалили Чечню, оно обусловлено личностью Кадырова Рамзана, который там жесткий тоталитарный режим установил, вот, но это временно, это временно, поэтому нас ещё ждёт серьёзная проблема с Чечнёй. Да, Мария Алексеевна, возвращаясь вот к тому вопросу о выборах, да, которые мы начали с вами обсуждать, вы, наверное, следите, как происходит обсуждение этих жалоб кандидатов в ЦИКе, которые возглавляет Элла Александра Панфилова, вы ведь работали с ней, она была и полномочным, по правам человека, она смотрела в Совет Президентский по правам человека, какие бы вы оценки дали её действиям, вот, вот, в рамках вот этого скрытого? Когда она уходила с постового полномочного процесса кандидатов в ЦИКе, я говорил, Александр, зачем вы идёте на эту расстрелянную должность? Там ничего нельзя сделать, невозможно. Ну, у неё были иллюзии, у неё были иллюзии, что вот она, фильтр этот, если не отменит, то по крайней мере сократит муниципальный фильтр, там ещё какие-то, у неё были идеи, вот, и когда вот были все эти ситуации, я ей звонил, она была на больничном, вот, она остро переживает, но её полномочий недостаточно, потому что, ну, совершенно очевидно, что Мосгорисбирком эту комиссию надо ликвидировать, надо полностью избрать заново, она не имеет этих полномочий, ЦИК не может распустить региональную, городскую избирательную комиссию, а жаль, вот, я думаю, что, конечно же, ей бы в этой ситуации надо просто действительно идти к Путину и вести серьёзный, фундаментальный разговор о системе выборов, потому что тут подошло уже к, что называется, вода к горлу, и ясно, она очень переживает эту ситуацию, очень переживает, сделать она, в общем, практически, ну, ну, кого-то они утвердят, но Митрохин, правда, не подавал в ЦИК, вот, Горисбирком, в общем-то, принял решение восстановить, а Юрит, окружная комиссия не собирается, и вот, и вот, так сказать, он находится в подвешенном состоянии, вот, и, конечно, она человек достойный, она, в общем-то, с определёнными принципами, но на этой должности, по-моему, ничего сделать нельзя, вот, я глубоко сочувствую ей, и ещё раз повторю, что не надо было идти ей на эту расстрелянную должность. Ну, то есть, вы не разделяете тот скепсис по отношению к Панфиловой, который, например, озвучивает Любовь Соболь, когда сказала, что вы говорящая голова Путина и этого Собянина. Вы говорящая голова администрации президента Мары Собянина, который борится нас, настоящих москвичей, которые готовы отставить свои права. Да нет, это примитивный. Соболь, она, как сказать, она человек неглубокий, она очень активный, так сказать, хорошо себя проявляет, как активный, но глубины в оценке, анализах у неё, конечно, нету, и, как, сказать, человек, который протестует, она может говорить всё это, она и говорит, и получает одобрение, и вот, конечно, не соответствует действительности, поскольку Памфилова включена в систему, которая нежизненна, которая изначально недееспособна, вот, я не исключаю, что она уйдёт в отставку, осознав, что ничего сделать не может. Вполне возможен такой выход. Насчёт говорящей головы, это фраза, Соболь, ну, оставим это на совести Соболь. Валерий Васильевич, Вы были журналистом, и вот если смотреть на сегодняшнюю журналистику, особенно государственных СМИ, то, конечно, приходишь в такое недоумение, как вообще может быть такая журналистика, и казалось бы, что наше население должно это понимать, а вот недавно Левада Центр провёл опросы, и в первой десятке, да, людей, которые вызывают доверие у наших граждан, оказались Владимир Соловьёв, Дмитрий Киселёв, Норкин, Скобеева Ольга, и так далее. Что такое происходит? Почему общество верит вот в этих журналистов? Вы знаете, в наше время было, слава Богу, телевидение ещё слабое, и оно не имело такой силы, оно не имело такой профессиональной разработанной системы, оболванивания, были какие-то передачи, но они там типа за круглым столом международные, международники сидели, там обсуждали, какие-то любители это смотрели, большинство людей не смотрело, они там смотрели всякие, вот, газеты, в общем-то, читали избирательно, кто что читал, а сейчас, конечно, телевидение, оно, в общем-то, имеет очень сильное воздействие, и надо сказать, что пропагандисты, они, в общем-то, так сказать, профессионально используют свои приёмы, вот, лживые приёмы, приёмы по дурманиванию, приёмы, так сказать, когда ложь вбивается в голову, вот, но всё равно это недолго, понимаете, вот эти передачи, которые Скобеева, там, уже людям надоело, уже надоели про Украину, про Америку, вы больше о наших проблемах говорите, люди говорят, Соловьёв тут хитрее, тот и наши проблемы использует, и всё, он более профессионален, хотя, в общем-то, вред от него больше, чем от Скобеевой, вот, но это вопрос опять, знаете, мы должны вернуться, вот, я делал доклад на Солженицевской конференции, юбилейной столетии Солженицына, именно, вот, по его обращению «Жить не по лжи», как призыв к нравственной революции, вот, «Жить не по лжи», на меня произвело огромное впечатление, когда это я прочитал, собственно, оно и подвигло меня уйти из профессии, вот, то есть, сознательно идти на жертвы, вот, потому что, кто такие диссиденты, они теряли профессию, а там же были яркие, он Юрий Орлов, он блестящий учёный, он, правда, вернулся в науку, а вот Сергей Адамович Ковалёв так науку не вернулся, хотя он, в общем-то, знаете, он даже по строю речи, он учёный, он биолог, я-то помню, как-то мы были с ним в Чечне, когда вот был штурм Грозного, мы вышли с ним на улицу, и пуля попала в стенку рядом, он так поправил очки, говорит, «Валерий Васильевич, как вы полагаете, стреляли из того окна или из этого?» Я полагаю, Сергей Адамович, что нам надо сюда смываться и как можно скорее. То есть, понимаете, он учёный во всём, он даже в такой критической ситуации, речь его, это вот как будто он выступает на научном совете. Он потерял профессию, он правозащитник, лагерь, семь лет лагеря, это, конечно, люди на это шли. Сегодня, в общем-то, тоже надо, мне кажется, обратиться именно актуально, это вот призыв солженец на жизнь не положи, потому что то, что пропагандисты лгут, это понятно, но люди-то оттуда, которые слушают, которые оболваниваются, они повторяют эту ложь. Вот что страшно, страшно то, что люди транслируют ложь. Причём, если углубиться, если человек задумывается, он понимает, что это ложь. Но, в всяком случае, половину из того, что говорится ложь. Вот там какая-то часть, там, может быть, так преподносится, что это как правда, но в любом случае, в основе своей, понятно, что это ложь. А вот этого, такого требования к себе нету. И вот этим отличается от нашего времени, потому что в наше время это было очень важно. То есть, что люди, они себе ставили барьер, и вот пусть идёт ложь, но не через меня. Но не через меня. Поэтому, понимаете, вот тогда, журналистики. Тогда, например, было очень важно, такое течение, уходили журналистики, тогда нельзя было работать в больших изданиях. Вот, понимаете, я ушёл в советский экран. Мои там друзья, Игорь Клямкин и Володя Глотов, они ушли в журнал «Клуб и художественная самодеятельность». Вот. Там какие-то вот такие издания уходили, потому что нельзя было работать в больших. Там действительно шла такая бурная, лживая лавина, от которой людей оболванивали. Но вот эти люди, которые работали рядом с вами, они что, не понимали этого, что живут во лжи? Они уходили. Вот они уходили. От оттуда очень многие, что я могу сказать, в комсомолке, там был Толя Стрелян, вот он один из таких ярких фигур, то он ушёл. Потом это остальные, вот эти, вот я сказал, друзья мои, Володя Глотов, Игорь Клямкин, они тоже ушли. Лёва Тимофеев, он потом, он работал в журнале «Молодой коммунист», потом он, его арестовали, он был в лагере. Ну а те, кто остались, это болваны или циники? Циники, циники, конечно, циники. Остались циники, но они были заметны. Вот понимаете, тогда вот, тогда как-то не было такого ощущения, что вот, ну вот действительно, отношение к Соловьёву. Такого не было, что да, вот Соловьёв, вот он такой, но он там говорит, там всё, профессиональное всё. Там было ясно, тут ты врёшь, это ложь, ты транслятор лжи, и всё, и на тебе клеймо. Вот, поэтому было такое разделение, оно было и внутри редакции, вот даже вот у нас в «Комсомольской правде» там было движение на сталинистов и антисталинистов. Вот антисталинисты, это возглавлял блог, главный редактор, Панкин, а сталинистов Чикин, был такой замглавного редактора, потом он был редактор Советской России, он был депутатом Госдумы, вот, очень профессиональный, очень талантный, но он был убеждённый сталинист, вот, например, его сподвижник был Василий Песков, тоже сталинист, убеждённый, вот, а вот там Костя Щербаков, вот, редактор отдела литературы и искусства, там это, там, 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 Лепатов, ну, Инга, Инна Руденко, Инга Приловская, там много, а это были такие антисталинисты, и вот, понимаете, в общем-то, все вот эти, которые антисталинисты, они, в общем-то, уходили, они уходили, из большой газеты, они уходили вот такие, как вот я сказал, небольшие издания, а сегодня это, сегодня это считается нормальным, вот, вот он профессионал, он профессионально работает, вот, вот мы недавно хоронили Володю Карамурзу, вот, в общем-то, мы с ним очень были дружны, вот, вот он не пошел, ни на какие сделки, он ушел, из телевидения, телевидение, все для него было закрыто, хотя он прекрасно вел передачи телевидения, вот, но он нашел себя в другом, на радио, и на эхе Москвы, и на свободе, вот, то есть, есть люди, которые, в общем-то, держат такую марку, но их, к сожалению, немного, в наше время таких было больше, во всяком случае, вот то, что нельзя быть транслятором лжи, вот именно вот, потому что письмо с Лженецом, сыграло большую роль, огромную роль, и не только на меня, вот, то есть, через тебя транслируется ложь, это большой грех, вот, пусть ложь проходит, но не через меня, вот так стало с Лженецом, и действительно, это сработало, это сработало, потому что, когда вот началась перестройка, люди уже были подготовлены, внутренне подготовлены к очищению, к этой атмосфере, сегодня только начинается процесс, вот, у меня, в общем-то, вот эти события 27 июля, 3 августа, они вселяют надежду, что как-то, пошел процесс, пошел процесс освобождения, вот, от этих, пут лжи. 10 августа вы пойдете? Да, конечно, 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 я пойду, разумеется. Скажите, и все-таки, вот, что человека заставляет, не встраиваться в конъюнктуру, да, и зарабатывать хорошие деньги, там, звания, должности, а все-таки идти по пути правды, ведь, от того, что человек в авторитарной стране выбирает путь правды, он богаче от этого не становится, а наоборот, приобретает проблемы. Нет, в том-то и дело, что, понимаете, и Сахаров, и Солженицын, несмотря на их различия, позиции, они отстаивали именно нравственный принцип. Вот это, это, это было в головах у нас. Главное, что репутация. Было понятие репутации. Вот сейчас это нету. Сейчас понятия репутации нету. То есть, вот можно встретить человека, там, вот, не буду называть фамилию, там, талантливый журналист, но он сейчас переметнулся на другую сторону, и вот я его слушаю, так пожимаю плечами, и его не беспокоит то, что меняется репутация. Вот, понятие репутации в наше время было очень серьезным, и это было главное. Вот, а сегодня нет. Сегодня, да, в каких-то кругах, там, Соловьев, там, это, Дмитрий Киселев, они, так сказать, считаются людьми, которые, руконепожимаемые, но, таких же людей много, это, так сказать, столпы, а таких людей много, и тем не менее, с ними общаются, тем не менее, с ними, в общем-то, вот, нет барьера, нет барьера нравственного, понимаете, я скажу, чем отличается наше время от нынешнего. Нынешнее время считается важной ценностью успех, успех, не только материальный, материальный тоже, но и профессиональный, вот, отказаться от профессии, отказаться от денег, на что шли мы, нельзя, а тогда нет, тогда успех, это была вещь, я бы сказал, отрицательная, если ты работаешь в большом издании, вот тоже, в самой комсомольской правде, это как-то компрометирующие обстоятельства, надо было уходить оттуда, вот, я оттуда ушел, вот, ушел с поста, там, члены редколлегии, там, вот, то есть, эти вещи были несовместимы, а сегодня нет, сегодня вот успех, это, так сказать, в зависимости от профессионализма, люди по-разному это дело реализуют, вот, но тем не менее, они, в общем-то, благополучны, если говорить вот об этой грани, да, рукопожатности, да, то вот перед самыми выборами, в Мосгордуму разгресел скандал, да, с Нидой Федермессер, да, она, конечно, занимается благородным делом, но она вот собиралась идти в Мосгордуму, и все предполагают, что она собиралась идти как отставленник мэрии, да, вот, в таких позициях, да, как вот, человеку переставать руку жать? Нет, ну, она вышла достойно, она отказалась. А Валерия Касамара, проректор высшей школы экономики. А, это на ее совести, это грех на ее совести, понимаете, вот, понимаете, я не легорист, каждый человек сам выбирает отношения, но я хочу сказать, что в наше время вот было такое четкое разделение, вот, и когда, допустим, мы вот собирались, там это, ну, помню, вот там пришел Андрей Дмитриевич, там, были мы на квартире, там, помню, Толя Гладилин был, он как раз перед отъездом в эмиграцию принимал решение, вот, то есть, собирались круги людей по убеждениям, вот, они были достаточно сначала узкие, потом расширяющиеся, а были другие круги, то есть, люди одной позиции, они объединялись, почему я потом говорю, что это вышло на уровень семинаров, вот, семинары были разные, но, во всяком случае, я не могу сказать, что там были глубокие научные какие-то открытия, нет, люди просто собирались и отрабатывали свое мировоззрение, отрабатывали свою позицию, вели дискуссии, это было очень такое массовое явление, вот, там не только религиозные семинары, а, в общем-то, так сказать, были и другие, вот, и Грушина, Улевады были семинары, так что, это все, вот это, ну, консолидация по убеждениям, и люди разграничивались, сегодня такого разграничения нет, хотя, хотя, вот 27 июля я все-таки заметил, что ни ЛДПРшников, ни коммунистов не было, но ЛДПР и другие дни не приходят, и коммунисты, мне кажется, это, знаете, красный флаг, это не факт, что они от Дзюганова пришли, они, возможно, просто идейные, но это у Дальцова тоже не было, я, кстати, я, кстати, сожалел, я-то думал, что он придет, нет, я не видел его, людей, его не видел, вот, но идет такая поляризация, может быть, это во что-то и выйдет, сейчас идет процесс более, понимаете, тогда были готовы, вот как правильно написал Солженицын, в этом «Жить не по лжи», формировалась жертвенная элита, люди, которые согласны были идти в лагерь или на какие-то жертвы, потерять профессию, вот, эта группа создавалась, и она, надо сказать, была, в общем-то, уважаемая, авторитетная, вот я был пожарный в театре Антаганки, вот, а тем не менее, ко мне очень хорошо относился Любимов и Высоцкий, и Золотухин, то есть, я там, ну, это же низшие, должность пожарного. Тот же Любимов, он же уважаемый человек среди всех, мне кажется, и других. Вот, так что, а до этого там был пожарный, вот, тоже диссидент, мой друг, Сережа Чесноков, он тоже, ну, к этому времени он уже перешел в другое место, и вот это деление было, оно по позиции, по тем принципам, которые ты исповедуешь. сегодня это размыто, но, но, по-моему, пошел, по-моему, процесс пошел и, в общем-то, формируется. Тут, понимаете, дело, конечно, Соболь, она боевая девушка, она, вот, но не за ней будущее, не за ней, а будущее, вот, за теми ребятами, которые, в общем-то, выбирают путь другой жизни, других принципов, и не обязательно в протестных акциях. Протестные акции сегодня есть, завтра они утихнут, нельзя на одной ноте держать, а вот выбор жизненного пути, выбор вот направления, как жить, это сейчас формируется. И вот такие ребята есть, я их вижу, и это вселяет надежду, то есть люди согласны отказаться от успеха. Вот это ключевая вещь, ключевая вещь, успех. Вот, понимаете, если откажутся от успеха, ну, во имя там, своих принципов, тогда дело пойдет. Если же они попытаются сохранить то и то, не получится. Да, Валерий Васильевич, но все-таки вопрос такой очень принципиальный. Вы же в советское время вот к любимому относились, я так понимаю, хорошо, да? И ведь было огромное количество талантливых режиссеров и актеров, там, и Олег Ефремов, и Карина Борисовна Волчек, вот, ну, и Олег Табаков, которые, в принципе, в советское время не были замечены в каких-то подлостях, да? Вот, ну, например, вот уже сейчас, в наше путинское время, уже ушедший от нас Олег Павлович Табаков подписывал уже письма там, в поддержку Крыма и так далее. Ну, все же есть люди, которые говорят, ну, Олег Павлович, ну, там трупа, ну, там вот это, ну, вот, надо понять. Вот, понимаете, это вот есть тот выбор. Да, человек, который поднимается наверх и возглавляет какой-то коллектив, почему любимых ушел? Он понял, что это невозможно. Невозможно сочетать свои идеи, свои принципы и держать такой театр. Хотя Андропов к нему очень хорошо относился, надо сказать. И когда он не принял дочку Андропова в театр, он позвонил и поблагодарил его. Говорит, я тоже ей говорил, что не надо идти в театр. Так что, вот, но тем не менее он понял, что это невозможно, поэтому он уехал, поэтому он эмигрировал. надо сказать, что табаков. И тогда я брал интервью, когда в советском экране, я в соответствии с этим «Жить не положи» задал вопрос, зачем вы снимаете с фильмов заведомо ложных? Вот Олег Павлович очень хорошо, я помню, там мне отвечали «Вертинская», «Табаков», очень, так сказать, категорично, резко, что это вообще-то недостойно, что теряешь самоуважение. А когда вот становится, ну, понимаете, тоже разные компромиссы, потому что одно, да, Олег Павлович подписал Крым, а вот этот ЭЦТРА, как его, Калягин, он, извините, подписал осуждение Ходорковского. Это посерьезнее. Вот это уже ставит на нем крест. Вот это Крым это компромисс, так сказать, политический, а вот поддержать арест, это уже, это, извините, ты уже участвуешь в избиении, ты участвуешь в репрессиях. Это табу, это невозможно. Почему сегодня Театр Калягина, в общем-то, не пользуется популярностью? Вот он талантливый ведь актер, очень талантливый, как он хорошо раньше играл, и, а вот кончился. Кончился, подписал против Ходокровского ради театра. Вот он решил, что он получит театр. Получил театр, ну и что? И что? И что он выиграл? Он кончился как режиссер, как актер, как личность, хотя он там занимает посты высокие. Вот есть грань, понимаете? Да, подписать, поддержать Крым, это серьезный компромисс, но это все-таки не поддержать репрессии в отношении человека. Вот есть грань. Вот табаков-то это грань не переходил. Хотя, конечно, конечно, опять же вопрос успеха. Нельзя идти наверх. Ну, а те, кто идут, ну, вот тоже самый любимый. Да, он страдал и мучился. То, что вот он там пытается спасти театр, хотя, как спасти, там же запрещали спектакли, так многие не проходили. Вот. И он понял, что это невозможно, невозможно быть во главе театра в такое время. Вот. Так что бывают времена, когда наверх идти нельзя. В завершении нашего разговора хотел просто уточнить по поводу вашей работы в Московской Кельсинской группе. После того, как не стало Людмила Михайловна Алексеевой, Московскую Кельсинскую группу возглавило три человека. Вы, Вячеслав Бахмин и Дмитрий Макаров, вот эти полномочия как-то между вами разделены или вы полноправны? Может быть, кто-то курирует определенный вопрос какой-то? Ну, вы знаете, это было мое предложение, чтобы были сопредседатели, поскольку Людмила Михайловна долгое время была, это, так сказать, безусловный авторитет, вот, и нужно какое-то время, чтобы был вот такой триумвират. У нас в уставе записано, что могут быть сопредседатели, это не из бухты, барахта мы и раньше приняли. Вот, такого, честно говоря, записи, но, тем не менее, в общем-то, конечно, есть какое-то разделение. Дима Макаров, он больше занимается международными делами, вот, он как-то больше по той части, Слава Бахмин, он больше занимается аппаратными вопросами, ну, а я вот, в общем-то, такими общеполитическими и так далее. Хотя, в общем-то, Слава Бахмин тоже подписал наше заявление по поводу протестных акций и, в общем-то, он поддержал. Но, тем не менее, вот, такое негласное разделение есть, но, тем не менее, мы, в общем-то, работаем вместе. А потом у нас есть же Совет Думы, вот, три сопредседателя и еще три члена Совета Думы, это Алексей Симонов, Даниил Мещеряков и Света Астраханцева. Вот, шесть человек у нас Совет Думы, мы вот собираемся, обсуждаем, вот, это позволяет выработать правильную позицию, вот, так что Московская Хельсинская группа жива. Спасибо, Валерий Васильевич, за то, что уделили нам время, я думаю, что это будет, это была наша первая встреча и не последняя. Здоровья вам и успехов вашей правозащитной деятельности. Спасибо, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok